Пишет мне, что я в прямом эфире «Добрый вечер, мир и люди, живущие в нём». Я не анонсировала, я собиралась, но не анонсировала. Я обещала, что на этой неделе мы с вами поговорим про отношения дочки и матери, но как-то не заладилось сразу, а тут появилось время, и я подумала, что даже без анонсов можно выйти и поговорить. Видите, я даже параллельно всё ещё настраиваю картинку, так как она мне нравится. Я предложу вам такой сейчас, знаете, формат живого общения на животрепещущую тему отношений детей и родителей, а в частности дочки и матери. Потому что как-то отношения дочки и матери – это такая занятная штука. Я недавно делала пост «Биль взрослый», «Биль о правах взрослой дочери» по мотивам книги, я автора указывала там по мотивам книги «Холодные матери», по-моему, называется. Я могу ошибаться, но во всяком случае пост можно прочитать «Били права взрослой дочери». Я там внизу указывала по мотивам, по мотивам какого автора это написано, под впечатлением какого автора это написано. Так что сегодня я предложу… Да, и об отношениях матери и дочери такое количество мифов, такое количество искажений, такое количество неправды в поле, что становится прям страшно. Знаете, что удивительно? Да, здравствуйте! Для тех, кто видит меня в первый раз, меня зовут Светлана Горбач, я психолог. На всю голову, и не стесняюсь этого даже, уже так лет 10 я работаю в теме психологии денег, вернее, влияния всего того, что происходит в бессознательном человеке, на то, что происходит в его кошельке, как у меня занят на волос у Люкси. Те, кто заходит, здравствуйте, пишем добрый… Те, кто банда, пишем «Добрый вечер, мир и люди, живущие в нем». Я что-то ни одного еще приветствия бандуского не увидела. Это странно. Банда – это есть такой хэштег «Банда Горбач». Это люди, которые меня уже знают не первый год, возможно, проходили какие-то мои платные либо бесплатные проекты, бесплатных проектов у меня тоже дофига. И я, когда вижу «Добрый вечер, мир и люди, живущие в нем», я понимаю, что «О! Свои! Знакомые!» Вот, «Добрый вечер, свит и люди, какие в нем умешка, и добрый вечер, добрый…» Вот, вижу хотя бы ваше приветствие. Привет, Лена! Добрый вечер, мир и люди, живущие в нем. Хорошо. Те, кто присоединяются, пишут приветствие. Те, кто банда, знают какое, те, кто еще не банда, просто можно написать «Приветствую» либо «Добрый вечер», либо что-то в этом роде, и это будет мне приятно. Ну, а теперь давайте двигаться. Я вам предлагаю такой формат живого, скорее, общения. Вы меня, не поверите, даже нету какого-то основных тезиса. Я обычно, когда выхожу в эфир, я набрасываю какие-то тезисы, что я хочу сказать. У меня здесь даже листика нет. У меня здесь есть листик… Есть здесь те, кто в челлендже? У меня здесь есть листик «Мой трекер привычек». Видите, сегодня у меня потом… Я сегодня все-таки успела десяточку сделать, с ужасом обнаружив. То есть, видите, у меня два дня я вот тут объявила старт челленджа. Вот здесь у меня два дня после первого дня сразу два дня пропуски. И сегодня я себе же галочку поставила, потом запущу. У меня вот тут есть такая… Видите, вот уже, не знаю, видно вам или не видно, одиннадцать. Одиннадцать тысяч я сегодня успела так и сделать. Для тех, кто не знает этот челлендж, я объявила… Ага, да, Анна, приветствую. Я объявила с прошлого понедельника… С прошлого, господи, в это… В этот понедельник объявила… Вернее, начала челлендж, челлендж «Горбочка к целям». И я взяла обязательство, что я себе внедрю привычку ходить десять тысяч шагов пять дней в неделю. И я пригласила поучаствовать… Это для тех, кто не знает. Я пригласила поучаствовать, присоединиться к цели, к этому челленджу. Ой, «Горбочка к целям». И пообещала, пообещала, что если я выиграю… Ну, то есть в такой себе батл с аудиторией. Если я выиграю, то я первого августа разыграю пятьсот евро. Среди тех, кто присоединился, кто тоже честно отмечает и кто справился. А если я проиграю, то я разыграю… Среди тех, кто присоединился и справился, да, я разыграю тысячу евро. Если я проиграю. Сегодня утром я вдруг поняла, что я уже на один шаг ближе к проигрышу, потому что я один день пошла и два дня. Один день у меня не получилось на второй день. Вчера я просто забыла про это. Это вообще уникально. В общем, у меня сегодня здесь вот только трекер такой. Такой мой трекер привычек. Я здесь себе то, что интегрирую, отмечаю, видите, хуже всего у меня, на самом деле, вот хуже всего у меня с водой и хуже всего у меня пока что с кофе-медитацией. Но хорошо, что я это… Я ожидала, что тяжелее всего будет с десятью тысячами. Но хорошо, что пари я с аудиторией заключила на десять тысяч шагов, а не на воду. В следующий раз, наверное, надо будет на воду заключать. Ну, это лирик, это так, это для тех, кто не знает. Есть здесь те, кто еще не знали про этот челлендж? Интересно. Не знаю, напишите, если здесь есть те, кто не знали, напишите, что, типа, о чем-то сейчас. Мне будет интересно, если кто-то… Я вам дуже вдячна за челлендж. Ага, есть те, кто прямо здесь. Да, супер. Окей, двигаемся дальше. Дальше. Смотрите. Я чуть-чуть вам поразрушаю иллюзии. Не знаю… Гульмира, да ладно! Да ладно! Наталья Ванкармолог, не знали? Серьезно? А у вас есть фляга всегда с собой? Нет, у меня не всегда есть фляга с собой. Мне надо, наверное, что-то такое себе завести. У меня не всегда фляга есть с собой. Ну, в общем, если не знали и вы хотите, то welcome присоединяйтесь. Я не знала, но как раз подобно «Магия 5 утра». Но я «Магия 5 утра» практикую давно. Я в 5 утра встаю. Я присоединилась, но у меня другая привычка – слежу свои автоматические реакции во время общения. Да, можно, можно и такое. Главное, чтобы вы понимали, для чего вам эта привычка и как конкретно эта привычка ведет вас к вашим целям. У меня эта привычка косвенно ведет к моим целям, но я очень хорошо знаю… очень хорошо знаю как. Очень хорошо знаю, для чего я это делаю. Хорошо, давайте двигаться к мамам. Давайте несколько вещей. Я вам чуть-чуть поразрушаю иллюзии. Многим это не понравится. Ну, придется продышать. Максимум, что можно будет выйти. Так, я не знала, я також хочу ходжу. Тому будет нечесно приеднатися. Но ты можешь выбрати что-то иншее. Не было такого, что тих, кто приеднуется, должны только ходить. Кожан выбирает свою якусь привычку. Есть те, которые… Печать. Есть кто-то, я помню, печатать. Взял себе привычку научиться печатать двумя руками. Кто-то взял себе привычку… Ой, я сегодня видела в сторис. Наверное, надо репостнуть. Одна из участниц какую-то такую йоховскую… Я предполагаю, что это йоховская. Она как-то садится с определенным положением рук. Как-то что… Что здесь такое дневное робот? Что-то такое удивительное делает. Я смотрела, думаю, боже мой, что это? Ну, что-то очень крутое. То есть я так не завернусь. Если я так, не дай бог, завернусь, то разворачивать меня потом будут пожарные, наверное, если я так вот так вот как-то завернусь. Ну, в общем, можно брать ту привычку, которая нужна конкретно вам. Не обязательно всем ходить. Окей, закрываем историю про привычки. А то я увлеклась. Это же моя животрепещущая тема сейчас. Я увлеклась. Давайте основные мифы про отношения с мамами. Основные мифы про отношения с мамами, основные ловушки в этих отношениях. Если у вас появляются вопросы, welcome, пожалуйста, вы можете писать их прямо в эфир. Все, что касается. Правда, могут ответы не понравиться. Я когда написала пост Билля права взрослой дочери, я периодически встречаю, и вот прям буквально я выходила в эфир, и кто-то написал этот комментарий, я еще не видела, кто, но уведомление приходит о том, потому что, да, конечно, но только мамы имеют на все эти, имеют тоже право на все эти пункты. Ну, там право на уважение, право отказываться, право говорить нет, право устанавливать границы, право договариваться, право менять договоренность, да, передоговариваться, право устанавливать дистанцию. Ну и там целый-целый ряд, которые на самом деле выросшие, на самом деле любой человек, но просто в отношениях матери и дочери это проявляется как-то ярче. И вот когда я вижу такие комментарии из серии, ну это все, конечно, да, это все, конечно, да, но только мамы тоже имеют право, да. Да, я когда вижу эти комментарии, я понимаю, что это как раз, как раз возможно нужна помощь дочери этой мамы, потому что в этом месте мамы начинают как будто бы пенять, пенять, да, правильное слово. Я могу иногда слова забывать русские, в смысле у меня в голове каша из языков, да, и потом не помнить на каком языке вообще это слово. Могут пенять дочерям о том, что я тоже имею право, а вот ты такая всякая нехорошая, это право мне не предоставляешь. Либо ты такая всякая нехорошая, это право там, да, мне это не даешь. И это как раз о том, что мама совершенно, что мама совершенно не очень понимает роли мамы и роли дочки в их взаимоотношениях. Мне иногда пишут, да, но детки тоже иногда такие бывают. Детки бывают разные. Но правда в том, что между мамой и дочкой старшая мама. Между мамой и дочкой старшая мама. А это значит, что большая часть ответственности лежит на маме. Потому что это мама сопровождает ребенка во взросление. Это мама занимается каким-то воспитанием. Это мама как-то так выстроила отношения, что ребенок не хочет ее уважать. Это мама, возможно, подменяет понятие уважения и благодарности на какие-то требования, которые хочет от ребенка получить. Неважно, если ребенка уже даже за 30, либо за 40. И вот в этом моменте, когда мама хочет от своей дочки что-то получить, вот это как раз уже про нарушение динамики. Потому что с точки зрения систем, родовых систем, в целом систем, мамы только дают. Сейчас мамы начнут меня ненавидеть. Мамы только дают, а дети только берут. Это как вот дерево, мама, дерево и ребенок яблоко. И вот яблоко только берет, да, дерево ему посылает соки, яблоко набирает, 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 набирает. И на каком-то этапе набрало достаточно и отколол, да, отсоединилось от яблока и пошло себе жить свою жизнь. Так вот, и это закон продолжения жизни на планете. Мамы только дают, дети только берут для того, чтобы потом давать своим детям. То есть ребенок каждый раз набирает, набирает, набирает и отдает он все то, что взял своим детям. И как только мама начинает предъявлять, предъявлять, что она-то под прикрытием уважения, под прикрытием благодарности, что она хочет получить от дочки, эта мама нарушает систему. И тогда сознательно, либо бессознательно, человечек ощущает, что его пытаются, да, что мама пытается на самом деле удочериться. То есть ребенок, мама таким образом, мама таким образом пытается сделать свою дочку своей мамой. То есть добрать от своей дочки то, что не смогла взять у своей мамы, что ей ее мама не дала. Вот обычно это такая динамика. И в этом месте дочки происходит, ну, одна из двух динамик. Либо дочка начинает дистанцироваться и пытаться, я пролистаю, прочитаю в том комментарии, я видела, что у вас, что вы пишете. Дочка начинает дистанцироваться и, ну, пытаться себя защитить. Дочка начинает периодически чувствовать себя виноватой, чувствовать себя должной, гнобить себя за это, потому что мама от нее требует любовь, а она, разные проявления любви, да, а она не может этого дать, у нее нету. Ну, потому что она не чувствует, она чувствует, что ее подъедает. И начинаются конфликты в отношениях. И да, мамы тоже прекрасно имеют право на уважение, имеют право на благодарность. Благодарность. Это правда. Но просто под уважением и благодарностью мамы иногда начинают под эту шапочку одевать все, чего не выросло, все, чего не додали, все, чего не доросло внутри. И начинают требоваться это от дочки. И если дочка не уважает маму, то вопрос не к дочке, вопрос к маме. Если дочка не уважает, то это про то, что где-то мама себя не очень уважает. Сейчас полистаю комментарии и буду рассказывать дальше. Поотвечаю на ваши комментарии, пообщаемся, буду рассказывать дальше. Если я кого-то пропустила, можно написать еще раз. Так, моя мама буквально вчера сказала, что я уже в возрасте ей 66, и я должна к ней относиться как к ребенку. Мой ответ, сори, мама, но это ты, моя мама, в здравом умею и памяти. Так что нет. Да, да. И мамы иногда устали от жизни, а то дочка выросла. Ну почему бы не присоседиться, да? Да. Куда можно написать для индивидуальной консультации? Можно написать в личку, но я вам честно скажу. То есть нет, в личку буду, я проверяю. Но у меня сейчас завал, у меня сейчас около 40 неотвеченных еще в Инстаграме только. И я вам честно сразу признаю, что ко мне запись на вторую половину, по-моему, уже сентября. То есть это сентябрь. Если вам срочнее, то напишите, и я посмотрю, кого вам порекомендовать. Либо постараюсь как-то помочь быстрее. Но сейчас завал, и я могу, ну, можно просто, нужно просто подождать иногда с ответом. Либо можно написать, если вы точно знаете, что вы хотите либо ко мне, либо к тем, кто работает так, как я, можно написать Ольге Малевицкой. И она может сориентировать. Она может пообщаться с вами и сориентировать, кому из кураторов, кому из моей команды, кто может помочь. Можно напрямую написать. Если вы готовы работать с кем-то из моей команды, вы знаете мою команду, кто у меня учился, кто выпускник, кто сейчас работает со мной. Можно напрямую написать Оле Малевицкой. Если нужны контакты Ольги Малевицкой, напишите опять же таки мне, я вам скину. Так, в системе, кто пришел позже, имеет больше ресурсов, вы учили. Кто правильный, не просто имеет новое образование, получает лучшие ресурсы. Ну, это, причем это во всех системах практически, да. Приходит новый человек на работу, он получает, он не всегда это может интерпретировать как лучшие ресурсы, но он получает огромное количество внимания. И это тоже ресурс. Просто иногда под этим вниманием ему некомфортно, ему начинает казаться, что на него там что-то скидывают лишнее, ему начинает, если у него есть какая-то динамика, то он может переносить на работу свою динамику и вот эти ресурсы воспринимать как какой-то негатив. Открывается новое подразделение, открывается новый филиал. Все ресурсы компании отправляются для того, чтобы поднять этот филиал. Рождается новый ребенок. Все ресурсы семьи направляются, чтобы жизнь в этом ребенке задержалась. Да, новое образование получает лучшие ресурсы для того, чтобы жизнь задержалась. Да, мама хочет удовлетвориться и лишает ресурсов и себя, и дочь, да. А если ребенок разворачивается к маме лицом, значит дочь стоит спиной к своей жизни. Абсолютно важно. И здесь очень важно. Так, сейчас отвечу про вот этот момент, что если ребенок разворачивается к маме лицом, то он стоит спиной к своей жизни. Рекомендую Ольгу Малевицкую, очень профессиональный расстановщик. Да, подтверждаю. Ну и Оля со мной, и Ольга Малевицкая со мной уже не один год как ассистент. И проходила и денежные расстановки на картах, и проходила практически все проекты. И она очень тонко чувствует людей. Ну те, кто с ней работали, знаете, Оля очень тонко чувствует людей. У меня в команде не только Оля, просто Олю знают больше как моего ассистента, но она очень классный специалист. Так, як маме правильно пояснити, що я ей ничего не винна, щоб вона не ображалась одним реченням, бо часто далі не слухає, починає дивитись на мене як дитина. Вот, вот это хороший вопрос. Прям, прям да, и прям очень. Не объяснять маме, что вы ей ничего не должны. Потому что это частая динамика, которая происходит. Дочка переживает, чтобы мама не обиделась. Вот в момент, когда дочка переживает, чтобы мама не обиделась, она уже удочерила маму. Она уже взяла на себя ответственность за мамины чувства. Она уже больше мамы. Все. Почему дочка переживает, чтобы мама не обиделась? Потому что, когда мама обижается, дочка перестает получать мамино тепло. И мамино тепло становится в таких отношениях валютой. Ты меня удочери, я тебя подкормлю. Ты меня удочерись, ты мне обеспечь мои потребности, а я тебе буду говорить, что ты хорошая девочка. И здесь очень болезненный процесс. Здесь достаточно болезненный процесс, но без этого болезненного процесса из этой ловушки не выйдешь. Пока дочка берет на себя ответственность за мамины чувства, пока она не смотрит на маму, как на взрослую, которая ответственна за те чувства, которые выбирает проживать. Она не смотрит, она в этот момент, дочка, не важно сколько ей лет, продолжает пытаться маму чему-то научить, пытаться маме что-то доказать. По сути, пытаться маме доказать, что дочка достойна любви. Манипуляция живой воды со стороны мамы. Абсолютно верно, да. Но здесь важно, что мамы могут манипулировать, мамы могут манипулировать тогда, когда ребенок соглашается, ведется на эту манипуляцию. А ребенок соглашается и ведется на эту манипуляцию, когда продолжает заслуживать мамину любовь. Когда нету понимания, что мама могла дать ровно то, что дала, и больше нет ничего. Баста, крапузики, на этом все закончилось. Все остальное – торговля. И тут, сейчас прочитаю, я дистанцировалась полностью, майже не спілкуюсь, потому что уже нема сил пояснятить, но все же таки хочется зберегти нормальные стосунки, что делать, признать, что этих стосунков, что этих отношений, этих стосунков, которые вы хотите, не будет николой. Точка, конец фразы. Признать, что тех отношений, которые вы хотите, никогда не будет. И это очень горькая правда. Но если вам 10, ну не 10, если вам 20, 30 лет, и за 30 лет вы не получили, ну либо больше, я не знаю, вы не получили у мамы тех отношений, которые вы хотите, это значит, что у нее их просто нет. Отстаньте от мамы. Отстаньте от мамы. И вы так, если вы перестанете, мне бы хотелось сохранить нормальные отношения. Вам бы хотелось сохранить те отношения, которые бы вам хотелось. А у мамы хочется своих, ну 37, да. А мамы хочется своих отношений, таких, как ей хотелось бы. И вы маму никогда не переделаете. Никогда. Почему? Потому что переделать можно того, кто не того. То, не того, а то, что меньше. Образование, которое меньше вас, у вас есть власть над ним, и с этим образованием как-то, и то это не разговор про человека. А мама системно больше вас. Если вы будете пытаться ее переделать, вы перекрываете себе путь в свою жизнь. Вы перекрываете себе, вы занимаетесь тогда мамой, а не своей жизнью. Если за 37 лет мама вам не дала то, что вы хотели, у нее тупо нет. И не важно, чем блокировано. Ее травмами, ее жизненной историей, ее психическими заболеваниями, отклонениями, психиатрическими заболеваниями. Не важно. Ну то есть, окей, у всего есть основания, безусловно. Но не важно, чем конкретно блокировано. Важно, что нет доступа к этому. И на уровне личности вы это никогда не измените. Но ловушка, в которую часто попадают женщины. Женщины в чем чаще? Когда приходится выбирать между контактом с мамой и своей жизнью, очень тяжело это выбрать, потому что кажется, что тогда я, если я соглашаюсь переставать заслуживать у мамы любовь, я тогда как будто бы перестаю ее любить. Но вы имеете право любить маму, маму, а не нянчить. Потому что если тогда эта мама становится ребенком, когда дети удочеряют своих родителей, когда девочки, женщины удочеряют своих матерей, для матерей это хорошая подпрыжка в заболевания, в Альцгеймера, в старческий маразм, в бессилие, потому что они теряют в этом месте свою силу. Сознательно им хочется, они вдруг в своих дочерях увидели маму, от которой наконец-то можно, на которой есть рычаг воздействия, и с которой можно вытрясти любовь. Принеси, пожалуйста, комп, любимка. Хорошо? Я тебе помогу зайти. Сори, у нас тут опять история с... Мне не прикинуло, просто у меня все глючит. Ну, Мась, я могу посмотреть. Если ты мне принесешь, я могу посмотреть. Извините. У нас тут, да, мне мелко нужна моя помощь сейчас, поэтому я чуть-чуть буду отвлекаться. Так, сейчас прочитаю. Есть волшебные слова, не вступать в диалог с целью объяснить. Отвечать я поняла, да, ясно, решай сама, это не обсуждается. Да, есть волшебные слова, которые называются неоправдательное поведение. Называется неоправдательное поведение. Прекрасное. Одну минуточку. Масек, что у тебя здесь? Висит? Ага. Висит капец. Перезагрузить надо и зайти еще раз. Окей. Хорошо? Вот пока ты дойдешь, ключи замок. Хорошо? Просто полминута сижу уже. Ну, дожила, перезагрузила и зайти. Мне Андрей написал, но я не могу сейчас к ним переписывать. Что? Что тебя выбило? Угу. So, возвращаемся. Есть такое, как... Извините, что он приходится при этом присутствовать, но это важно, я не очень... Ну, то есть, это важный процесс у дочки, мне нужно было немножечко быть включенной в это тоже. Так вот, есть такое понятие, как неоправдательное поведение. Это когда вы отвечаете вот примерно этими словами. Я поняла, да, понятно. Это ты можешь решить сама или решай сама, пожалуйста. Это я не буду обсуждать. Абсолютно верно. Так, в ней мама померла, когда ей было 6 лет. Так, но это в ней мама померла, когда ей было 6 лет. Вон она не утримала цьей любови, яку хочет зараз від вас. Але ви не її мама. Ви не її мама. И это может объяснять, что происходит, но это не значит, что вы должны компенсировать. Да, это может объяснять, но при этом мама взрослая, да, ну, насколько она может быть взрослой. И есть способы работать с психологом, психотерапией, закрывать эти отношения, закрывать внутри себе эти раны, работать с этими травмами, для того, чтобы я взрослая, я решаю свои проблемы, а не перекладываю свои проблемы на своего ребёнка. Так ей не выстучало мамину любовь. Але ви не можете дать ей мамину любовь. Вот это важно понимать, что вы не можете. Надо смотреть на маму и признавать, мама, я маленькая, я никогда не дам тебе твою любовь. И, похоже, я не могу получить у тебя то, что я хочу. Да, и, похоже, ты мне никогда не можешь. Так, Светлана, вы считаете, что финансы зависят от хороших отношений с мамой, или это тоже манипуляция? Я считаю, что финансы зависят от хороших отношений с мамой, но тогда, когда это... Сейчас объясню, что это значит, потому что в этом много манипуляций. В этом много манипуляций. Финансы действительно зависят от хороших отношений с мамой. И от хороших отношений с мамой, и от хороших отношений с папой. Мама в контексте денег, мама – это способность принимать, это способность преуманно сохранять, это способность преуманно... Что делает женщина? Она принимает, внутри себя сохраняет, преумножает и выпускает в свет. Растит что-то большее, чем она. Поэтому деньги, вот в контексте денег, хорошее отношение с мамой... Но тут важно понимать, что такое хорошее отношение с мамой, мы сейчас к этому придем. Хорошее отношение с мамой действительно влияют на деньги. равно какие плохие влияют на деньги. То есть отношение с мамой – это ваша способность принимать деньги, сохранять деньги, преумножать деньги, взращивать. Это отношение с мамой. Хорошее отношение с папой – это ваша способность ставить цели, двигаться вперед, реализовывать, достигать. Вот это ваша в социуме реализация. А в социуме напрямую зависит, напрямую связано с деньгами, потому что деньги – это результат обмена в социуме. Это абсолютно, да, я полностью с этим согласна. Но здесь важно понимать, что такое хорошее отношение с мамой. Потому что когда хорошими отношениями с мамой называется, когда ребенок обслуживает мамины потребности и ведется на манипуляции внутренне, запрещая себе на маму злиться, вытесняя свои обиды, вытесняя свою злость, вытесняя свою боль, рассказывая себе о том, что «ну я же хороший, я же, если у меня будут плохие отношения с мамой, тогда я, у меня тогда денег не будет, и поэтому я буду терпеть», я сейчас чуть-чуть утрирую, но только чуть-чуть, «и поэтому я буду терпеть, когда мама нарушает мои границы, может приехать без спроса, без приглашения, находится, не знаю, залазит в какие-то мои личные, личное пространство, дает советы, влезает в воспитание детей, в отношения с мужем, постоянно требует, чтобы я, не знаю, оплачивала какие-то счета и долги, кредиты папы, либо отчима, либо мамы, либо брата, либо сестры, либо его мужа, ее мужа, либо еще кого-то, да, и вот мама манипулирует, общество манипулирует, а я же знаю, что у меня должны быть хорошие отношения с мамой, поэтому, чтобы у меня были деньги, поэтому я внутрь себя все это запихиваю, сцепливаю зубы, играю роль хорошей дочери, так вот это нехорошее отношение с мамой, это хрень собачья, извините меня, пожалуйста, это абсолютная манипуляция, и к деньгам она точно не приведет, и равно как и история про простить маму, тоже фигня, простите, пожалуйста, собачья, невозможно простить маму, нельзя прощать маму, нельзя, почему, потому что прощение это процесс сверху вниз, я тебя прощаю, вот если вы попробуете послушать энергию фразы, энергию слова, я тебя прощаю, это процесс сверху вниз, что, любимка? Масек, ну не заходит, не заходит, ну уже пару минут до кончения, ну все тогда, да, ну все, ну будем опять потом поговорить, там санкетом, распространять, ну если на 5 минут его зайти, это, ну да, хорошо, 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 окей, что я у меня говорила, я говорила о том, что прощение мамы, это процесс сверху вниз, для того, чтобы простить маму, нужно стать больше нее, в момент, когда вы становитесь больше нее, вы перекрываете и ее обессиливаете, и себе дыхалку перекрываете, себе перекрываете канал, но вот если представить, вот у меня тут есть, у меня тут есть, что у меня тут есть, шнур у меня есть, от айфона, зарядка, да, вот если представить, да, энергия течет сверху вниз, от большого к маленькому, и тут там, куда-то дальше подзаряжается, течет дальше, мама вот здесь, а вы вот здесь, Если вы становитесь выше мамы, да, вот, вы делаете зажим, или как это называется, загиб. Понимаете? Прощение в отношениях с мамой. Прощение – это состояние, которое наступает. Вы не прощаете маму. Вы идёте и прорабатываете ту боль, которую мама нанесла, ту рану, которая маму была получена. Идёте, как взрослые, прорабатываете с психологом, приходите к вот этому исцелению, соглашаетесь перестать выцыганивать у мамы любовь, перестать заслуживать быть хорошей девочкой. Вы соглашаетесь, что если мама вас видит плохой, это её видение вас, а не значит вы такая. Это называется сепарация. Вы сепарируетесь от мамы, проживая весь этот процесс. И когда залечиваются ваши раны, на место залеченных ран, на каком-то этапе, зависит от того, как мама умудрилась, на каком-то этапе приходит принятие, но это внутри, это состояние, а не вот здесь я маму принимаю. Не процесс, состояние. И потом приходит любовь. И потом приходит любовь, но она не вот здесь. Я люблю, да, я всё поняла, много книг прочитал, я люблю маму, потому что от отношений с мамой деньги будут. Нифига. На место излеченной, исцелённой травмы, когда вы, взрослая, становитесь мамой сами себе и перестанете выцыганивать и доказывать что-то маме, постепенно и то не сразу проявляется любовь. И вот это хорошее отношение с мамой. Хорошее отношение с мамой, когда внутри меня проработана боль, прожита, и на её месте где-то пробивается что-то. Что-то умное ещё хотела сказать. Сейчас прочитаю комментарий, поотвечаю. Мама раздражает, но я её не поучаю. Как с этим работать? Общение нормальное, но внутри меня раздражает. Смотреть, что раздражает. Потому что если вас мама раздражает, есть несколько вариантов почему. Мама может раздражать вас, потому что вы терпите и не выстраиваете границы. И тогда вы ощущаете, что мама влезает, но вы терпите, и это вызывает раздражение. Мама может раздражать, потому что позволяет себе то, что запрещало вам. И тогда вы её не получаете, но внутри выбешивает. Мама может раздражать, потому что вы ощущаете, как она удочеряется к вам. И вы её не поучаете, но вы чувствуете эту смену ситуации. Нужно смотреть причину, почему раздражает, и работать с самой причиной. Я с лёту не могу сказать, что это именно поэтому. Да, именно мама может раздражать, потому что она может проявлять ещё кого-то. Тут тоже такая история есть, но это меньше. Так, может просто поработать в терапии умение принимать и взращивать. Может проработать в терапии умение, проработать в терапии в отношениях с мамой. И это будет про принимать и взращивать. И плюс-минус про это я и говорю. Так, недавно была на расстановке по грошам и вышла на поверхню то, что я за замовчиванием ей должна. Бо в она меня не родила без человека, коли ей все говорили рубити аборт. Я не очень знаю, если бы вы сформулировали вопрос, мне было бы проще ответить на него. Да, но если вы были на расстановке, так вероятно вы обнаружили, да, что на самом деле, вероятно, расстановщик вам об этом говорил, что на самом деле вы ничего ей не должны. Есть такой процесс, я его веду, это болезненный процесс, я его даю в денежных расстановках на картах. Я его даю возвращение к жизни, кстати, может быть, будет небольшая, очень маленькие группы начнут работать, будут вести, сопровождение будут не я давать, а прям терапевтическое сопровождение будет вести одна из выпускниц ДРНК. И есть вот этот процесс, называется возвращение маме ответственность за мое рождение. То есть то, что вы пишете, что я из-за замолчивания должна, то вы несете відповідальність за свое народження. Але відповідальність за свое народження не ваше, бо то мама вырешила. Да, ответственность – это согласие с последствиями, вот это ответственность. И согласие с последствиями несет тот согласие с последствиями не на том, кто выбор этот сделал. И есть процесс, он болезненный, тяжелый, один из элементов сепарации от мамы, когда проживается это признание, определенный алгоритм признания постепенно о том, что мама, я тебя не знала, ну на самом деле вы не знали маму, вы и не знаете. Вы знаете маму только одну ее грань, а все остальное, весь остальной айсберг подводный вы не знаете. И я тебя не знала, когда ты была девчонкой. Ну я вкратце очень, это такой процесс немаленький, когда признается о том, что я не знала тебя, какая ты была девчонка. Я не знала тебя, как ты встречалась с парнями. Я не знала тебя, как ты пошла в отношения с каким-то парнем, который стал потом моим папой. Как ты пошла в интимные отношения. Ты все это сделала без меня, и это был твой выбор, и это была твоя ответственность. И ты когда-то узнала, что ты беременна, и ты когда-то могла меня либо родить, либо убить, и ты выбрала не убивать, вот за не убивать спасибо, за то, что выбрала родить спасибо. И там идет признание цены о том, что мама, когда соглашается родить, она соглашается с той ценой, которую она за это заплатит. Это, да, вы идете в магазин, вы собираетесь купить подарок. Вы знаете сумму, которую вы готовы потратить, даже если вы будете разбивать на платежи. И вы говорите, окей, эту цену я готова платить. Вы платите эту цену и дарите. Цена ваша. Подарок тому, кто подарил, да, того, кому вы подарили. А цена того, кто заплатил. И вот в контексте жизни и мамы, мама заплатит свою цену, а жизнь дает. И это мамина цена и мамина ответственность за ваше рождение. А вы берете свою жизнь. Так, сдвигаемся дальше. Именно то, приехать без спроса, без приглашения, лезть во все дела. Ну да, и это тогда нужно выстравлять маме границы. Я ображалась на маму, что вага не, что вона может, не знаю, не принимать материальные допомоги. Вона сказала, что любила меня в дитинстве безкоштовно. Боже, какая, вот прям, вау. Так, да, бо любила безкоштовно. Мама дратую, повчаю її, злюсь, бо не хочу этого делать. Вона хочет завжди моей поради, роль дочки, важко спілкуватися. А я могу вам спілкувати, але якщо вы меня, якщо вы спитаете, якщо вы сформулюете якесь питание, то мені буде проще відповісти, бо тут є, ну, тільки, тільки інформація, да. Если вы хотите просто поделить свои боли, вы можете, конечно, писать комментарий. Если вы хотите что-то спросить, формулируйте вопрос, мне будет проще ответить на него. В мене немає батьки, виховала бабусю, бабусю повчаю, то я. Да, и так, и так бывает тоже. У вас є батьки, у вас є батьки, але виховувала вас бабуся. Але у вас є батьки, навіть, якщо вони рано померли. І у вас вони є, да, ви ж, ну, ми ж перестали верити, що нас в капусті нашли, правда? Боже, я помню, какая у мене була істерика, це капец. Нікола маля не говорила, ні старшим, ну, со старшим вообще история була смішнючая. Може, ну, расскажу, якщо буде интересно. С малой все просто. Я маленькая була, я не помню уже, сколько мне было годиков. И у мамы были квартиранты. Мне стало интересно, я спросила, откуда я родилась. А девчонкам... Квартиранки были молодые студентки девчонкам. Видимо, они решили, что они не имеют права со мной говорить на эти темы. Я вообще ребенок была. И они мне, понятное дело, не рискнули мне ничего рассказывать. И они мне стали говорить о том, что аист принес, капусте нашли, ну, всю вот эту лабуду. И я чую нутром, что свистешь. Ну, чую нутром, что не так. А что именно же, не понимаю. Боже, у меня такая истерика была вот от бессилия доказать, что я понимаю, что вы мне врете. Я так запомнила этот капец. Так, вам повезло. Смотрите, мы не будем решать про повезло, не повезло. Это такие субъективные штуки, что я бы точно не рисковала бы вешать такие выводы на кого-то. У каждого своя судьба, у каждого своя история. Я точно считаю, что это, ну, вот это прям лишнее. Так, потому что у каждого свой путь. Нету здесь... Здесь везунь, все одинаковые везунчики в том плане, что у всех есть тела и мы родились. Это, кстати, уже видение. А дальше у всех своя судьба. И у всех свой уровень ресурса с этой судьбой встречаться и жить. Может быть перенос, не доработан, не проработанной истории на других людей? Мужа, например, да. Конечно, да. Однозначно может. Однозначно может быть. Ну, в смысле, это я не знаю всю вашу историю. Я не знаю, в вашей истории действительно это перенос либо что-то еще. Но если вопрос, в принципе, может ли быть перенос, да. После шоковой и сепарации отношения с мамой изменились. Даже на расстоянии. Меньше манипуляции с ее стороны. Да, потому что есть сепарация. Ну, и в шоковой у тебя хорошо простроенные границы. В шоковой очень здорово простраиваются границы. В маме раздражают те черты характера, которые я потом нахожу в себе. Это получается, я не принимаю саму себя. Да. Это получается, что вы не принимаете ту часть себя, которую взяли от мамы. Это сложно. Это сложно принять, но это офигеть какие ресурсы. Вот офигеть. Я очень долгое время в допсихологическом своем прошлом жила. Причем с детства. Очень долгое время. Это прям, ну вот прям с детства. Я запоминала. Ну, у меня мама, да, если я хороший психолог, поверьте, моя мама меня хорошо подготовила к этой работе, к этой деятельности. У меня мама нормально, нормально меня так травмировала. Так, чтобы мне было потом какими-то шрамами помогать другим. И я в детстве вот сколько себя помню, когда какая-то вот хрень происходила дома по отношению ко мне. Я помню эту мысль. Вот запомнить, что я чувствую, чтобы не повторить. Запомнить. Я надсечки внутри себя какие-то делала. Запомни. Да, вот-вот-вот. Если вот взрослый делает вот так, ребенок чувствует вот это. Если взрослый делает вот так, ребенок чувствует вот это. Вот это. Я прям, ну прям жестко помню. И потом я росла внутренней установкой только не как мама. Только не как мама. Только не как мама. Я даже, когда сбеременела своим первым ребенком, и мне когда на УЗИ сказали о том, что мальчик, я выдохнула. Я была такая счастливая. Даже не потому, что я хотела мальчика. Потому что я понимала, что раз у меня мальчик, значит я точно буду не так, как мама. И там золотые рыбки. Пока мы отвергаем вот это не так, как мама, как раз именно это и начинает, ну, в разной степени происходить. И потом я делала определенную практику. Сейчас расскажу. Я ее частенько рассказываю. Определенную практику. Она не простая, но она открывает офигенные ресурсы. Я выписывала все те качества, которые меня в маме вот нет. Вот все, что нет. Ее там, не знаю, когда она кричала, когда она говорила, я вредная, когда она пыталась... Ну, у моей мамы, правда, были психические отклонения. Она меня периодически пыталась убить. Первый раз это было, по-моему, мне было несколько месяцев, когда меня пыталась убить. И потом уже где-то до, по-моему, третьего класса. Что-то такое. Где-то не то до второго, не то до третьего. По-моему, до третьего класса. В третьем классе уже мне бабушка передала, что мама сказала о том, что, кажется, Светка что-то понимает. И, наверное, убивать ее уже нельзя. Вот. Это я сейчас так спокойно говорю. Там было очень много веселья. Да, и я выписывала весь, вот все качества. И начиная от... Потому что у нее граничила и педантичность, и какая-то совершенно чудовищная небрежность. И какая-то требовательность ужасная. И граничащая жесткость, граничащая жестокостью. И очень многие вещи, которые меня прямо вот отвергали. А потом я делала, я ломала голову. Я садилась и смотрела. Я разделяла... Попробуйте услышать. Я разделяла проявления и качества. Я разделяла проявления и качества. Потому что могут быть качества, которые проявляются тем способом, который нам не нравится. И тогда мы эти качества тоже отвергаем, не принимаем. Отвергаем, потому что их проявление не нравилось. Я приведу несколько примеров. Например, мама, если у нее было свое отклонение, у меня мама могла меня наказывать таким образом, что меня... То есть вот она сказала, будет вот так. И абсолютно холодным способом. Она говорила, мне тебя даже бить не надо. Я из тебя просто так душу вытащу. И вот она могла доводить меня до белого коленя, до истерики взахлеб, абсолютной неприступностью, абсолютной... Не знаю, до часу ночи не пускать меня в дом. По-моему, мне лет 9 было, 8-9 лет мне было в это время. Да, и вот эта вот штука, она меня просто вывозила. Просто. Это было сумасшествие. Это я доходила до состояния вот абсолютно белого света, задыхающейся в истерике. И потом как-то мама начинала мне что-то объяснять. С одной стороны, чудовищное проявление. Чудовищное. А какое качество за этим стоит? А за этим стоит настойчивость. Она так выдерживала свою линию. Это даже не настойчивость, а способность выдерживать свою позицию. Способность выдерживать свою линию. Проявляла она её совершенно чудовищным способом. Да. Но это то, как она проявляла. Это то, как она проявляла какое-то качество. А качество само. И когда я такое количество ресурсов в результате смогла взять у мамы, и я так часто сейчас уже, пройдя столько лет, и терапии, и много чего, вы себе не представляете, как часто я говорю маме спасибо за то, что я умею выдерживать свою позицию. Я умею настаивать на своём. Я умею реализовывать цели. Я умею двигаться туда, куда я хочу. Я умею выбирать то, что я хочу. Я умею быть настойчивой. Я умею быть доходчивой. Я огромная... Я умею учиться это от мамы. Я умею себя дисциплинировать это от мамы. Я умею выстраивать себе приоритеты это от мамы. Я такое количество ресурсов взяла у мамы. Она меня таким вещам научила, что без мамы... Фиг бы я сейчас что-то умное вам говорила. Без вот этих всех ресурсов мамы, которые я взяла, я бы не пришла туда, куда я пришла, я бы даже не могла бы видеть те горизонты, куда я сейчас иду. Поэтому, да, есть какие-то вещи, которые раздражают. Это про то, что вы отвергаете качества из-за того, как они проявлялись. Сделайте себе эту таблицу. У нас затянулся разговор. У нас сейчас скоро, по-моему, Инстаграм начнет вырубать. Сделайте себе таблицу. То, что мне мешает, какие качества за этим стоят, и как я могу эти качества обнаружить в себе и применить. Питание было, чему я швидко трачу гроши. Мне все требует, когда появляются гроши. То, может быть, был какой-то комментарий раньше, який я не бачила, бо тут я якось не дуже бачу, якоюсь було у тему. Смотрите, я могу фантазировать, потому что вы описываете слив денег. У слива денег есть разные уровни причин. Это может быть связано с мамой, это может быть не связано с мамой. Поэтому я бы здесь не прикрепляла бы однозначно ярлык. Это может быть связано с мамой. Я, ну, к сожалению, я вижу фотографию, да, но мне слишком мало, слишком маленькие айконы, чтобы я что-то по фотографии могла прочесть. Но не иногда, а одна из причин бывает такая, что когда появляются деньги, есть некая боль, есть некий уровень напряжения. Да, возможно, и возможно, прям вот здесь, возможно, прям ощущение такой дыры внутри. Ну, вот по... Я мало вижу, да, но из того, что я хоть чуть-чуточку вижу, мне кажется, что это может быть. Из того, что я чуть-чуть вижу. И тогда в момент... Это как способ, как способ хоть на немножечко себя порадовать, как способ хоть какое-то вот это удовольствие получить. То есть такая, как один из вариантов, это может быть компенсация какой-то внутренней боли, которая таким образом реализуется. А вопрос о перекладывании ответственности, возможно, ну, с большой вероятностью, не совсем помню, будет ли сохранен эфир, планирую. Итак, мы вышли на маму. Так, ну, мы, собственно говоря, и вышли на маму. А, тут, видимо, да, куча сообщений, которые я так пролистываю. Так, меня прямо пробрал после слов спасибо за то, что родила и не убила. Первый раз в 20 лет захотелось ее обнять. Круто. Значит, эфир уже не зря. Это цена. Как корректно попросить маму не покладать на мене пеклування про себе? Словами через рот. Опять же, если вы заботитесь, ну, вот прям, мама, пожалуйста, не перекладывай на меня заботу о себе. Да, но если вы заботитесь и ожидаете, что при этом мама поймет, согласится, скажет, боже, как я была не права. Доча, прости меня, пожалуйста. Если прости меня, пожалуйста, то она уже запрашивает у вас прощение. Да, то нет. Ну, малышам слов. Тут не про... Смотрите, что вы говорите. Вы опять... Не вы опять, а это частая история. Полин, это сейчас не конкретно в ваш адрес, что это вы опять так делаете. Нет. Чаще всего девочки, женщины, дочки ожидают от мамы, что мама снимет с них это обязательство, которое... Мама так на шею приспредела, и дети ожидают, дочери ожидают, что мама слезет. Нет. Нет. Не как попросить, чтобы мама перестала перекладывать на меня задачу о заботе, о себе. А как я выстраиваю границы и говорю о том, что мама, я вот это и вот это делать не буду. Ты с этим точно сама справишься. Не ожидая о том, что мама встретит это с радостью. Маме это тоже может быть больно. Маме можно попробовать обозначить свою позицию, но при этом понимать, что мама может не захотеть. Добрый вечер. Как принять то, что мама постоянно предавала, стояла в стороне, когда отец постоянно унижал и обесценивал? Не принимать это, я не шучу. Никто не... Ну, я точно против вот этого, как принять, простить, не принимать. Признать, что это было несправедливо по отношению к вам. Признать, что мама не справлялась или не захотела справляться с обязанностью обязанностью обеспечивать безопасность ребенка. Одна из главных обязанностей мамы. Кстати, нигде не написано, что мама должна любить. А вот то, что мама должна обеспечить безопасность, да, признать, что это было несправедливо по отношению к вам. Признать, что это было предательство. Признать, что это больно. Что значит принять? Признать, что это было нечестно к вам, что так нельзя с детьми, что нельзя было с вами так. признать это хотя бы для себя по-хорошему, потом уже в процессе, мне захотелось собрать волос, потом уже в процессе, когда вы эту всю боль начнете выдавать и злость выдавать, вот это ошибка про простить родителей и так далее, потому что все то, что внутри, начинает утрамбовываться куда-то подальше, потому что здесь же идет рациональзиатор, пойти в работу, в терапию, потому что там, похоже, серьезная травма, и признавать, что по отношению к вам это было несправедливо, а потом на месте выгруженной боли начнет рождаться что-то другое хорошее. Как относиться к тому, что постоянно обесцениваются мои шаги и принятые решения? Мол, ты говори, конечно, что внучке нельзя, а мы по-своему сделаем, бессилие и злость. Дистанцировать внучку, если вы не слушаете мои правила, значит, вы... То есть общение с моим ребенком только по моим правилам. Нет, не прислушивайтесь к моим правилам, нет общения с моим ребенком. Все коротко. Ну, я в этом очень жестко. Я так люблю горбать, что даже нашла, как зайти в Инстаграм. Ну на-то, ну круто же! Ну смотри, какой, какой шаг! Я заценила! Я заценила! Мне 38 лет... Вы не знаете, да когда Инстаграм? Мы уже больше часа просто общаемся. Я боюсь, что Инстаграм просто обрежет потом, нет? 38 лет мама прожила и живет ради меня. Живем отдельно и дружно с 20 лет, но я не знаю, кто мой отец. Мама сразу плачет и дрожит, если вылазит вопрос. Ответ один, сейчас не время, подрастешь и поговорим, вероятно. Но опять же, здесь нет... Мне жаль, но я не смогу прокомментировать, потому что в сути вопроса так бывает. Если мама не может сказать сыну 5 лет, что у нее другая мама, а ее воспитала другая женщина, он сейчас считает ее своей бабушкой. Если мама... А вопрос, в чем мама не может сказать сыну, что у нее другая мама, а ее воспитала другая женщина, он сейчас считает ее своей бабушкой. Но на этом этапе пока так. Я не знаю, опять же, вопрос нет. Пожалуйста, если вы пишете вопрос, а если сформулируете, а что вы на самом деле хотите спросить? Вот это... Потому что... А если светит солнце? Ну, то светит солнце. А если мама не может сказать, то мама не может сказать. Я могу из вот этой информации напридумать 25 вопросов, которые можно из этой информации задать. И сидеть и думать, блин, на какой из них ответить? Пожалуйста, формулируйте сами вопросы. Нужно выпустить словарь. Словарь, да, не знаю даже. Обиды и злостью. Вот тут прям приехал бывший. Муж, у них прекрасное отношение. Меня это обижало, потому как он обижал меня. Всегда на их стороне называют его сыном, хотя замужем снова выстраиваю границу, но их игнорят. Что делать? С границами, слушай, давайте сделаем как-нибудь эфир про границы, а? Потому что с границами тоже такая каша, такой капец. Вы пытаетесь обозначать границу, но в ваших границах нет силы. И эта граница, на самом деле, телесная функция. Ее выстраивают в телеске. Пока идет первичное простроение границ, в зависимости от структуры, народ чуть ли не сознанет. Иногда сознание в предообращенном состоянии стоит, пока в теле простраивается стержень границ. Это такая, на самом деле, штука. Что делать? Хороший вопрос. Тот вопрос, знаете, в чем? Ответ был бы, чтобы вы хотели в результате. Признать о том, что вы все время пытаетесь получить, опять же, от родителей то, чего они вам дать не могут и не хотят. Не могут и не хотят. Они вашего бывшего мужа с кем-то путают, раз называют сына. Может, у них где-то есть потерянный какой-то ребенок, потерянный сын, и они его замещают, и это какая-то системная динамика. А вы при этом пытаетесь бороться за свое место в этой системе, хотя оно и так принадлежит вам. И пытаетесь, как будто бы так, я тут, я тут, я тут, попробовать перестать бороться за внимание родителей и смотреть на своего нового мужа и на свой путь впереди. Но иногда самостоятельно тоже бывает сложно. Хотя, судя по Нику, то вы, ну, если вы психолог, да, судя по Нику, то, значит, у вас в окружении достаточно много коллег, и, значит, что вы можете этот процесс проживать несамостоятельно, а идти в терапию. И в системную терапию прорабатывать, что за динамика, что вам нужно как будто бы бороться за место. Вот я читаю ваши комментарии, пытаюсь вас слушать, да, и вот ощущение, что вы как будто бы стоите, родители смотрят в другую сторону. Тут где-то муж второй, ну, ваш, ну, нынешний, актуальный, да, и еще что-то. А вы вот, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Оставить родителям их жизнь от себя, попробовать развернуться в свою. Меня раздражает именно то, что я не хочу быть как она, она застряла в развитии, в бизнесе 40 лет, и я так не хочу. Так бывает тоже, опять же, если будет вопрос, я, может, успею на него ответить. Но так бывает тоже. И когда вас раздражает что-то, потому что она застряла в развитии, в этом очень много гордыни. Если совсем уж по-честному. Вы меня не спрашивали, но я так возьму на себя риск, да. Попробуйте посмотреть на то, что в этом месте огром, очень, просто огромное количество гордыни. Гордыня, как правило, на большой боли, которую не хочется признавать, но там очень много гордыни. А в этом, и пока вы в этой гордыне находитесь, вы сильно блокируете свое развитие. Так, соу, хорошо. По-моему, прошу прощения, выбивает Инстаграм, не дает дописать вопрос. Ну, бывает так. Дайте эфиры про границы. Моя мама сделала себя моей дочкой с моих 8 лет. Свою жизнь закончила, свою жизнь она закончила суицидом. Личная жизнь у меня никакая. Как себе помочь? Пойти в терапию. Мне, к сожалению, не будет для вас единственного рецепта. Это достаточно сложный процесс. Это большая и системная динамика, и травма большая. Большая травма. Поэтому идти, идти работать в психологу. Это не реклама меня, пожалуйста, поверьте. Это не реклама меня. Я и так, ну, это не в смысле приходите ко мне сейчас, записывайтесь на консультации. Нет, просто найдите своего психолога и идите в терапию. Вот так только себе помочь. Все, прекрасные. А, да. За всем, наверное, мы с вами попрощаемся. Идея эфира про границы у меня возникла. Давненько мы не говорили. Наверное, мы про границы поговорим на следующей неделе. Завтра я не буду в эфире. Завтра у меня группа по терапии шоковой травмы. Второй модуль. Завтра я буду веселиться. И не только. Но все же таки, как до вас потрапить на консультацию? До меня на консультацию можно потрапить только в вересне. Потому что сейчас записи аж на вересень. И, кажется, мне уже на вторую половину вересня. Я не помню. Если вы до меня, то напишите мне в директ. Если вы изгоднете кого-то из моих выпускников, то можно написать Олье Малевицкой. И она сориенцирует. Все. Давайте за всем. Я очень рада была видеть вас сегодня. Встречаемся с вами во вторник. Поставьте себе напоминалки. Я, может быть, не буду прямо анонсировать. Но поставьте себе напоминалки. На вторник в это же время мы с вами встречаемся. И будем общаться. Может быть, это будет про границы. Может быть, какая-то актуальная тема поднимется раньше. Может быть, мы просто с вами встретимся, пообщаемся. Вы позадаете вопрос, например, как сейчас. Да, и я поотвечаю. Все. Я с вами до сегодня прощаюсь. Всем хорошего вечера и до встречи. Пока-пока.